Сегодня вы лидер на рынке. Чтобы сбросить вес, нужно кушать и кушать 5 раз в день. Сколько заказов сейчас в среднем вы имеете? Сколько вот этот рацион стоит? Кризис равно возможность. Денег ноль, слышим, было ноль денег. Я поняла, что пришло время раздеваться. Как вы начали первых клиентов получать? Она только что продала на 14 450 гривен. Я говорю, вот если я уже не хватит денег, чтобы заправить машину, все, тогда надо идти на наемную работу. Реально очень вкусно, правда, вот вообще не обманываю. Сколько людям нужно иметь денег для того, чтобы запуститься? Сколько клиент живет в среднем? А какая маржинальность у этого бизнеса? 50 тысяч долларов. Сейчас включается мышление предпринимателя. Ну вот так внимательно слушайте, о чем говорят люди. Всем привет, друзья! Буквально на днях я познакомилась с парой прекрасных ребят, которые являются родными, братом и сестрой, ведут совместный бизнес. И естественно, что меня не могло это не заинтересовать. Тем более, что, как оказалось, у них сегодня, их бизнесом является один из крупнейших сервисов по доставке еды. Вы уже наверняка много слышали о том, что есть сервисы, которые доставляют еду для тех, кто беспокоится о своем питании, о своей фигуре, о своем здоровье, у кого нет времени для того, чтобы за этим следить и все прочее. Познакомившись с ними поближе, пообщавшись, когда они мне рассказали, какое количество заявок они сегодня делают, и вообще, как выглядит их бизнес, я, честно говоря, не поверила. Потому что перед тем, как открыть пинг-бар практически два года назад, мы с Сергеем, кто за нами внимательно следил, наверное, помнят, что мы с Сергеем решили тоже заняться этой же сферой. И буквально в течение одного месяца мы передумали это делать, поскольку узнали, сколько вообще там есть всяких приколов в этой нише, и вообще, что еда это очень опасная тема, потому что нужна куча разрешений, мы напрямую зависим от того, какое качество продуктов, если не дай бог кто-то отравится, в общем, у нас будет масса проблем. Эти ребята смогли сделать какой-то невероятный рывок, и поэтому сегодня я решила сделать спецвыпуск и пойти к ним в гости и рассказать вам историю, как с нуля, с полного нуля, не имея денег, работая на работе, они вдвоем построили на сегодняшний день очень классную крупную компанию, которая активно развивается сейчас по Украине. Так что смотрите выпуск до конца, потому что это действительно интересно, это про реальных людей, про таких же, как вы и мы. Так, друзья, ну что, как я и обещала, мы дошли наконец-то к замечательным ребятам, это Светлана, Сергей, учредители, правильно? Учредители компании FoodEx, FoodExpert. И, собственно, мы очень рады, что мы к вам дошли, потому что я уже сказала о том, что мы с Сергеем пару лет назад, когда думали о классном бизнесе, о том, каким образом нам сделать что-то масштабируемое, у нас была идея масштабирования постоянных ежедневных чеков, мы с Сергеем подумали о том, чтобы не сделать такой совместный партнерский проект, потому что у нас был человек, который занимался такой маленькой компанией, мы подумали, что было бы классно заняться доставкой еды, потому что тема хелзи, тема занятости, тема вот этой вот момента того, что ты можешь всегда быть в форме, всегда быть в темпе, и тебе удобно, не нужно заморачиваться, и как обычно я это делаю в ресторанах. Расскажите, из чего это? Какой там соус, тралеля? Обязательно о чем-то не спросишь, тебе приносят диетический салат, и, короче, там какой-то такой соус, вот всем этим, да, вот это замочено, и ты говоришь, вы правда это сюда добавили? И ты понимаешь, что ты уже ничего не можешь посчитать, никакой калораж, все ушло нахрен, и тебе надо или очень быть довольным, ну просто есть и успокоиться, либо же страшно недовольным уходить из этого места. Вот, и, скажем так, когда мы столкнулись вообще с этой темой, глубже начали копать и общаться с людьми, которые связаны с едой, мы поняли, что все не так вообще просто, как нам казалось, потому что помимо масштабирования, помимо классной темы, есть еще очень много нюансов, связанные непосредственно со здоровьем людей, с серьезными моментами по законодательству, где есть масса всяких нюансов, что готовить у себя на кухне как бы не лучший вариант для этого, и, в общем, очень можно сильно пролететь. Поэтому у нас никого не было еще с темой еды, и мы очень рады, что вы у нас появились, и я думаю, что сегодня будет очень интересно нашим зрителям узнать вообще об этом бизнесе, узнать, потому что вы же красавцы, вообще вы это все подняли, сами, с нуля, люди не верят. Сегодня вы компания, ну как бы определенно лидер на рынке, вы открылись там в числе первых, 2004 год, я сейчас все буду рассказывать, ой, 14, простите, 14, да, 4 года у меня, у прежнего все детства, 14 год, вот, и за это время дошли, ну как бы получили классные результаты, но вот очень интересно узнать вообще, как все это стартовало, потому что, когда смотришь вообще на классные состоявшиеся компании, они говорят, у нас все зашибись, классно, у нас очень много клиентов, у нас все очень хорошо, мы развиваемся, да, вот, и в то же время непонятно, как сделать так, чтобы мы развивались. Поэтому давайте все нам рассказывайте, делитесь с нами опытом, что нам интересно все. Да, да, ну вот начну с самого начала, то есть, например, за моими плечами, это 5 лет работы в аэропорту в Борисполе и 5 лет работы в Киевстаре, то есть я реально была 10-летней, закостеневшим, Сколько лет с летом было, когда попала в эту тему? Здоровые, здоровые. Нет, вот в Борисполе с вип-клиентами работать. А еще была в университете, то есть я реально училась на третьем курсе и начала работать в аэропорту в Борисполе, посменная работа, день-ночь, ты два дня дома, и за эти два дня... А зачем пошла работа, денег хотела, или опыта? Независимость, независимость денег, да, вот была к этому реальная такая потребность. Я подозреваю, что работать в аэропорту в вип-терминале это практически ад, потому что нужно быть сверхчеловеком, как бы делать невозможное, как это, хорошо закалило для бизнеса? Отлично, это была прекрасная школа, я мега благодарна своим двум опытам наемного сотрудника, потому что это реально дает полезные инструменты для движения дальше. Что в аэропорту в Борисполе, это что, я еще студентка, у меня, да, только все начинается. И благодаря тому, что там летали очень известные люди, требовательные, успешные, богатые люди, и твоя задача была с ними находить общий язык и очень часто решать конфликтные ситуации. Сразу же не могу не попросить, каких-то несколько советов вообще или понимания, не знаю, вот связанных люди очень боятся работать с топами. Вот что ты поняла для себя, работа с вип-клиентами, что можно, нельзя делать, вот какие-то вещи, которые у тебя наверняка остались в голове за это время. То есть реально топ руководители чувствуют, если есть внутри страх. То есть этот страх нужно очень глубоко прятать и внешне давать уверенность своему руководителю. Как ты боролась с этим? Это были тренинги, это были различные мастер-классы. То есть у меня шла параллельно работа и параллельно шла жизнь каких-то тренингов, обучений, развития. То есть были в моем опыте такие тренинги личностного роста, когда я тогда понимала, что на тренинге такое делала, что я вот здесь, в реальной жизни. То есть это помогает? Да. Окей, мы поработали, все замечательно, и в какой-то момент приходит мысль… Прошло 2012-й, и я вот начала думать, что внутри реально ты чувствуешь себе энергию, креатив и идею, что нужно что-то создавать. И у нас с Сергеем была идея, и мы запустили этот проект, и он работал два года. И первый проект – это была бабусина-торбинка, доставка органических фермерских продуктов. Сейчас эта тема, она поверхностнее, уже есть магазины, супермаркеты, здоровой еды. Тогда эта тема вообще как бы не существовала. И вообще у нас была идея, что это будет проект выходного дня, что мы объединим фермеров, мы найдем локальных фермеров, мы запустим сайт, страничку в Фейсбуке, в течение недели мы собираем заказы, фермеры в пятницу нам привозят, мы красивенько это все оформляем и выходные доставляем. Что вам надо было? Давайте расскажите, вы там стали себе считать бизнес-план, как вы это будете продавать, сколько вам нужно денег, как это все рождалось? Рождалось это, ну вот я работаю в стратегическом департаменте, соответственно, у меня мысли и идеи из того, что с чего начать нужно бизнес. Бизнес нужно начать с миссии, с ценностей, с уникального предложения, чем мы будем отличаться от других и какую ценность будем давать конкуренту. Поэтому у нас был листинг бумаги, я говорю, нам нужно сначала миссию написать, ценности, вообще разработать бизнес-план на 5 лет, ну окей, не на 5, давай хотя бы на 3, но у нас должна быть большая картинка, к чему мы должны идти. Ну поэтому, конечно, жизнь несла свои коррективы. Как это часто бывает. Когда ты сидишь и вот это все создаешь и мечтаешь, ну как бы это должно быть дозировано. Это мы много в это время не уделили. Больше нужно было на тот момент в действие уходить. Где вы искали фермеров? А у нас было дело в том, что у нас есть родственники, которые живут в селе. И у нас есть бабушка, которая до сих пор мне передает вкусняшки органические, натуральные. Клубнику только из сорванного с отрода. И реально мы не ели продукты супермаркета, что касалось овощей, например. И мы как-то, ну понимаем. Бабушка стала вашим первым поставщиком продукта. Мы понимали, что этот продукт качественный и он будет полезен рынку и будет интересен. Вы его все-таки закрыли. А в чем причина? Мы трансформировали это в доставку здорового питания. Почему? Это был 2014 год. Были внешние события с одной стороны. А с другой стороны, мы еще тогда пытались достучаться в большие супермаркеты. У нас были встречи. Мы говорили, давайте сделаем у вас фермерские дела. Но тогда это все дело не пошло. И было очень интересно, когда спустя, наверное, три года нам позвонила большая сетка и говорит, а давайте вы тут нам фермерские дела сделаем. Мы так, ооо, может, три года назад хотели. Наверное, два момента. Я думаю, что вы, первое, опередили время. Второе, наверное, если бы у вас было больше средств, возможностей. То есть это в бизнесе так часто бывает, когда вы просто оказались маленькими. Ну да, перед делем время, ты правильно сказала, потому что бывает, что очень классная идея появляется чуть раньше, чем рынок не готов. И из-за этого, а только она закрывается, следом кто-то уже это делает, рынок уже подготовлен. Слушайте, я хотела вот этого вот люфта, чтобы прожить. Потому что тогда был такой период, когда я себе не попала абсолютно ничего, кроме того, что там чуть-чуть на еду. Ну, хорошо, что были фермеры, можно было там дикую ставку. Вот и поели. Да, вот и поели. Ну и плюс еще на тот момент, мне хватало еще на то, чтобы заправить машину. Я говорю, вот если я уже не хватит денег, чтобы заправить машину, все, тогда надо идти на наемную работу возвращаться. Вот сейчас, да, в вашей еде, вы используете продукты, фильтруете, вот чтобы они были натуральненькие, вкусненькие, огурчики, или уже из супермаркета? Ну, смотри, здесь получается то, чтобы мы с удовольствием бы, например, использовали те продукты, которые мы использовали в бабусиной торбунке, органические, фермерские. Какой опыт у нас? Изначально, вот, например, творог мы заказывали у фермера с Переяслава-Хмельницка, он еще снимался даже в передаче фермер Шукая «Жинку». Мы туда ездили целые команды, и диетолог нас ездил, и шеф-повар. И мы договорились с ним о поставке, например, творога. Но с чем столкнулись? С тем, что органический, натуральный фермерский продукт, его конечное качество, жирность, да, зависит от сезонности. Поняла, да. И получается так, что мы разработали… То есть он сам по себе продукт очень качественный, и сегодня, и завтра, и через месяц. Но не стандартный. Не стандартный, не технологический вот М-кар, то его сложно зашить, потому что один раз сыр не получается, второй раз он не получается, нужно что-то или выдумывать, или какие-то решения делать. Да, если там свежая зеленая травка, то творог такого качества, если сейчас там сено, оно другого. А я наезжаю на поваров. Почему мы разработали, утвердили, и эта запеканка была идеально и прекрасна, а сейчас она поплыла? Почему? И дошли к тому, что это вот… Из-за того, что на выходе… Ну, это естественная особенность. Поэтому мы сейчас используем те продукты, которые утвердил врач-диетолог. Это наш отдел маркетинга. Мне ответится то, что как нас в информационном поле видят наши клиенты, наши потенциальные клиенты, которые не видят и воспринимают фото. И слышат, и видят. Вы такие серьезные, работаете. И как, Витя, о чем вы занимаетесь? Мы хотим, чтобы наши компании видели как помощника, как экспертов в образе, в здоровом образе жизни. Ну, вас не обижают, вам нравится, интересно. Давай. Вас кормят. Да, кстати, вас кормят. Я вижу, что поят. Конечно, конечно. И кормят, и поят. И, в общем-то, наш образ жизни поменялся после попадания в Фодекс. Вы перестали, у вас перестали быть выходные. Рабочие вещи. Да, мы здесь сидим. Давай не будем мешать, пойдемте посмотрим. А дальше мы двигаемся до нас отдел клиент-менеджеров. Но так как сейчас август, у нас два клиент-менеджера в отпуске. И все на себе. Это вот так. Александра, да. Это человек принимает заказ. Давай не будем мешать принимать заказ. Продавайте это дальше. Она только что продала на 14 450 гривен. Бабушкина торбинка. Поняли, что не совсем все складывается, не можете конкурировать. Как родилась следующая идея? Была собственная потребность. Это вот мой опыт. Я реально обратилась с подружкой, которая занималась диетологией. И она расписывала меню. Еще я работала в Кивстаре. Вот она мне расписала меню. И я помню, сколько времени я отрадала на то, чтобы все это купить. Это что, хотелось похудеть? Это хотелось, да. И быть стройной, и сбросить вес. И тогда, на тот момент, для меня было открытие, чтобы сбросить вес, нужно было кушать. И кушать 5 раз в день. Реально она говорит, вот, кушай 5 раз в день большие порции. И я начала так кушать, и реально началось снижаться объем. И для меня это было вау, чудо. И поэтому я реально тратила время, чтобы все это купить, потом вечером приготовить, потом это все взвесить, паковать лоточки. С лоточками ты идешь в офис, с грязными возвращаешься. Да, где-то есть такое. Есть такие люди. Да, с грязными лоточками возвращаешься. И ты постоянно поймался на мысль, что ты постоянно живешь тем, что нужно что-то купить, вот это приготовить, взвесить. И я думаю, было бы как бы круто, если бы кто-то готовил. Я точно знала, что это там правильные калории, правильные продукты, и я на это не тратила времени. Вот с этого, с этой потребности. Так, и что начала делать? И что начала делать? Прибежала к Сергею. Да, да, он говорит, хочу, давай. Если у нас это визионер, то это больше вот исполнительного формата, да. И вот есть идеи, давайте ее как-то реализовывать, то есть с какими ресурсами это все можем сделать. Ну и вот. Да, на тот момент у нас общий денег было ноль, потому что все, что мы там накопили на наемной работе, мы бухали. Так ноль, слышу, было ноль денег. Реально, да. И что, вы решили накопить? 14-й год, все, что вокруг происходит, вообще не знаю, как мы вообще выжили. А, все взрывается, все уезжают, закрываются, и ничего не понятно, полная неопределенность. Да, то есть мы собрались втроем, я с Сергеем, вот моя подружка, которая в диетологии, мы ей предложили, тебе интересно как партнерство, или, ну вот просто ты нам разработаешь, и мы должны будем тебе заплатить за это. Ей было интересно как партнерство. То есть у нас есть уже, я как бы идеи, креатив, двигатель, я понимала, как это все там создать. Сергей, который должен был отвечать за финансы, за логистику. Человек, который делает все, что вы накреативите, просто делает. И не то, как она, а то, чтобы разработать меню. Правильно, правильное меню. И опять там частично своими силами, уже тот знакомый, который нам первый сайт создавал. Вот на это, и мы сбросились там на минимальное, то, чтобы нам нужно было закупить там сумки. Ну это вообще, то есть это... Ну это на минимальное выпады. Но была же основная потребность, кто будет готовить и где это будут готовить. То есть денег на то, чтобы арендовать кухню, чтобы купить нужное оборудование, чтобы купить, чтобы нанять поваров, когда еще идея не работает, а повара уже должны готовить. Этого вообще ничего не будет. Еще никто это не покупает. Да. Прямо будет пропасть и все, да? Ну как бы уверенность в том, что потребность будет была, но реально, ну просто ресурсов на кухню, на оборудование, на поваров нет. И как бы как... И хочется. Мне же хочется, чтобы кто-то меня кормил. Сейчас включается мышление предпринимателя. Это да. Я вот сейчас даже себе удивляюсь, откуда оно, это наверное вот как-то какой-то был... Я сейчас скажу. Значит, если бы у них были деньги, они бы пошли, арендовали огромную кухню, классную. Наняли бы кучу людей. Вот, наняли бы. Обязательно бы сделали офигенный фирменный стиль, фартушки, шапочки, пакетики, всего подороже. Логотипчик бы разработали за полторушку-две. На сайт хороший 10-20 тысяч долларов. Короче, соточку бы просто вот, просто бы ушла. Которая бы вряд ли когда-то окупилась, потому что потом бы ушли крылья. Так, денег не было, на пау повезло. Нам надо было, мы такие, ну кто, ну нам надо закрыть вопрос, кто будет готовить. Каким способом мы можем это сделать? И пришла креативная идея, что мы можем обратиться к существующей кейтеринговой компании или существующему ресторану, прийти к ним с технологической карты. У них уже есть эта кухня, повара, оборудование. Ну, то есть вся инструктура, которая нужна для производства еды, у них есть. Как просто, да? Все разрешения, да, все. Да, 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 да. Опыт. И мы еще-то не... И плюс еще был тогда период, когда реально был такой кризис, да, в ресторанном бизнесе, что у них было мало клиентов, у них, они готовы были брать кухняные заказы, они не дали своего своих клиентов, да? То есть и таким клиентом выступили мы, как заказчик. Опять же, кризис равно возможность. Да, да, да. Это стопроцентно. Мы реально, когда мы искали, кто нам будет готовить, мы приходили к ним не так, что мы вам вот там дим сразу объемы, мы приходили к тому, что у вас простаивает помещение, у вас простаёт повара. Давайте вот вместе начнем, и мы будем вот дозагрузим их. И реально мы нашли собственницу такую же вот активную, креативную, готовую идти на эксперименты. Китеринговая компания накормила банки, кормила детские садики, и у нас взяла наши объемы. И вот с этого мы стартанули. Так, как вы начали первых клиентов получать? Потому что это такой момент, всё-таки, ну, новая тема, да? Её надо не просто продать еду, нужно тему продать, нужно объяснить людям, что это нужно. То есть ещё же никто этого не ищет, никто об этом не знает. На самом этапе мы каждому клиенту объясняли, что такое 5 промов пищи вообще. А как, где вы вообще брали, что кого-то, кому можно объяснить? Ну, опять-таки, писали, да, там вот в социальных сетях какие-то посты на своих страничках, что вот есть сервис, ну, это, рассказывали о полисе, да, но приходилось рассказывать, что это вот 5 промов пищи, что мы приезжаем один раз, а не каждый там 5 раз в день. Поэтому каждому, то есть в начальном этапе мы вообще там не использовали там ключевые слова, поисковые слова, то есть как бы, ну, никто не гуглил, такого никто не ищет. То есть не было. То есть сейчас это как бы там вбиваешь, и сразу целый там список таких. То есть это с каждым клиентом вот так вот в телефонном режиме объяснялось, доносилось, ну, те, кто реагировал на посты или там какие-то комментарии. Плюс, что мы изначально сделали анонс, что там доставку мы осуществляем там через 2 недели, и вот кто хочет по предзаказу, то есть у нас такой был определенный люфт по времени, чтобы насобирать хотя бы какой-то минимальный заказ. Кому хотя бы интересно. Да, 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 потому что так бы вот один день есть клиент, второй день нет, это было бы сложновато. А так вот мы дали вот такой период 2 недели на сбор заказов, за это время мы начинали объяснять, объяснять клиентам что-то за сервис вообще. И сколько вы к открытию набрали? Ну, получается, что, да, мы... Ну, первую досадку мы сделали там 5 или 7 сумок. Ну, из них 3 было наших. Нет, ну это хорошо. Ну, смотрите, у нас же была бабушка-наторбинка, у нас уже были имейлы, и реальная база. Это база, да, база была, потому что мы с 12 года проработали, и мы активно участвовали, мы реально набирали базу. Эти люди уже где-то готовы к тому, чтобы принимать. Они знали, Сергей Ильич, что делал им доставки, поэтому нам было легче их, во-первых, обзванивать, им сделать специальное предложение. И мы сделали первую доставку 1 декабря, а начиная там с июня, мы уже рассказывали, что мы создаём, что мы к этому готовимся. То есть, кто-то подгодавливали инстанционно. Какие возражения были у людей? Ну, наверняка кто-то читал и говорил, там, о боже, это дорого, или да зачем это надо, да я не хочу есть холодную пищу. Где это вообще всё готовится? Может быть, там никто-то наплевал тарелку. Ну, это же еда, это такой серьёзный очень момент. Или как я буду ходить с сумкой, да, и с лоточками? Я что, не смогу теперь есть со своими друзьями в ресторане? Расскажите, вот что такое? Всё, вот всё, что вы называете, всё было, да. Всё это было, и мы по крупицам собирали эти вопросы. С каждым возражением, это вот индивидуально, опять с каждым клиентом доносилось объяснено, что да, холодная еда, но вы можете её разогреть. Есть такая возможность, то есть, чтобы не есть лоточка, можете взять свою любимую тарелку, свою любимую вилочку, выложить на тарелку, и получите как бы вот красивое там блюдо, потому что мы, ну, тоже очень много времени уделяли для того, чтобы сама подача лоточки была, ну, вот, визуально красивая, то есть, помимо качества, вкуса и полезности, чтобы это ещё было. Она же ещё должна быть красивой к вечеру, потому что тогда вы выкладываете утречком, всё замечательно, а к вечеру-то что-то может, салатик может там уснуть. Ну, это мы тоже... Искали правильную упаковку. Да, и упаковку, и подбирали те блюда, которые вот до вечера, скажем так, доживают в хорошем, нормальном состоянии, да, то есть, если классический такой пример, что в ресторане все там заказывают стейк, он тёплый, вкусный, хороший, то в нашей доставке он не работает, потому что там мясо охлаждённое, резиновое, и вкусное, то есть, его не будут есть. Ну, приходилось с некоторыми блюдами жертвовать, ну, то есть, они... Это, например, то есть, там, йогурт собственного приготовления, плюс добавляем туда натуральные ягоды и малинку, и утром получаем телефон из анкет клиента, что они получили шампанское. Открывается, но серверку скроют. Да, что-то натуральное, домашнее, там, как бы, вот, ну, собственно, производство на кухне, йогурт с свежими фруктами, но в миксе оно давало такой результат, и клиент... Производство, насколько я знаю, делается ночью, да? Вы готовите, получается, еду со скольки часов? Как это происходит? У нас был период, когда мы готовили в ночное время, это у нас был второй этап нашего развития, когда мы уже переехали, мы работали с аутсорсингом приготовления еды, а дальше у нас был второй этап развития, когда мы переехали на арендуемую кухню, и там уже была базовая... Давайте этот момент все-таки обсудим. То есть вы начали работать, когда вы поняли, что это пошло? Или, может быть, был момент, когда вы подумали, о, боже, зачем? Ну, были разные моменты. Были вот... То есть хотелось закрыться, были такие моменты, что идея плохая, может быть... Ну, это не у нашей привычки сдаваться, то есть ты все равно... Ну, руки-то опускаться, это важный момент. То есть было такое, что хотелось... Были определенные моменты, сложные решения каких-то операционных вопросов, как это там все доставлять, то есть как доставить одновременно 15 сумок в разные концы Киева, то есть где нанять курьера. То есть такие моменты, они сначала били по голове, потом мы садили их брейнстормели, понимали, что вариант все-таки есть, и пытались их прорабатывать тот или иной вариант. Иногда, конечно, опускались руки, но... Что мы делали? Ну, то есть, во-первых, я думала, что ту идею, которую я придумала, что это вообще моя идея, и что такого в мире нет. И когда я начала гуглить, я поняла, что там уже в других странах этот сервис есть. И кто-то в городе еще в своем появляется. А уже со временем, да, появляется, но это уже было... Это полезное было восприятие такое, что почему они появились, это же... Мы же начитали с разных книг, тренингов, что если появляются конкуренты, это хорошо. И мы так хорошо, значит, это хорошо. Вот еще раз показайте, что все тренинги и книги, это все-таки хорошо. Ну, я сгадала, сейчас есть сюрпризма. То есть, вы порадовали, что рынок начинает расти, да? То есть, в принципе, классно. То есть, не стоит бояться... И мы понимали, что в этот момент не одни мы пушим клиентов, доносим ценности, а что-то кто-то еще делает такую же работу. Мы понимали, что... Тем более, насколько я знаю, я даже видела такие обзоры, когда, например, кто-то, да, сравнивал, там, заказывал еду в пяти-шести сервисах, и как бы здесь было очень важно просто сделать классно свой продукт, для того, чтобы... Ну, понятно, что есть какие-то моменты личные, да, там, типа, а мне не понравилось там вилочка или пакетик, или там у него того цвета зубы были у курьера, который доставил. Пять месяцев проходит, и вы, значит, у вас как-то все хорошо становится, раз вы принимаете решение, что пора на свою кухню. Ну, это следующий, да, такой вот этап развития. Мы понимали, что если своя кухня, тогда у нас затраты на аренду, там, на зарплаты персонала, это наша фикса, потому что мы с поставщиком работали, естественно, от заказа. Мы растем с подрядчиком, мы растем, и нет этого дохода, да, чтобы перепрыгнуть, это вот пропасть, это вот был следующий этап. И мы просто арендовали помещение небольшого ресторанчика, где кухню использовали как кухню, а залы, где раньше сидели гости, мы использовали как офис. А сколько вот вы посчитали, решили, от скольки заказов выгодно уже свою кухню иметь? Ну, тогда мы, наверное, на 20 балансировали. На 20 заказах? Уже было выгодно, да? Да, да, что мы, может, нам нужно, чтобы дальше. Да, да, да. Ну, и так получилось, что мы арендовали помещение, и уже с оборудованием, да? То есть, как бы это, ну, да, да. Кафе заканчивается. Вам снова повезло, да? Да, то есть, и вы понимали, что мы... Повезло, конечно. Мы 4 месяца искали эту кухню, наверное. Да, потому что есть уже не надо там тратить деньги на закупку оборудования, да? Конечно. Потому что это очень такой, как бы, большой рост, который... Там СС уже все есть, сертификат. Да, да, да. То есть, помещение, которое работало, то есть, у них уже есть, кстати, все наработки, прохождение сертификации, вытяжки. Ну, вот так внимательно слушайте, о чем говорят люди, потому что многие начинают бизнес именно вот с того, что надо все закупить, все сделать, построить ресторан, миллион еще баксов, чтобы купить желательно его, чтобы за аренду не платить. То есть, это все как бы глупости. Мне очень нравится ваше мышление. Прям вот... Ну, а потому что по-другому никак. А потому что не было ресурсов. Не было ресурсов. Что очень хотелось, а не было ресурсов. А хотелось, да. Без вариантов. То есть, если бы были ресурсы, мы бы их точно были, конечно. Мы все закопали. Когда приходили какие-то партнеры, то есть, мы партнерили с кем-то, и кто-то приходил на встречу с брендированной папочкой, с брендированной ручкой, я смотрел такой, думаю, эти бы ресурсы, да, вот как бы направить на... Это же не конкуренты, я не понимаю, что они не туда. Да, да, да. Вот в таком формате, что мы нацеливались на результат, а вот такую там, заказать всем фирменные там футболки, мы это со временем, когда мы уже понимаем, что мы уже стоим хорошо на ногах, мы хотели какие-то корпоративные культуры. То есть, изначально в продукт вкладывались, да? Сам продукт, а потом уже... Продукт в продаже, продукт в продаже. То есть, как можно получить качественные продукты и продажи с теми ресурсами, какие у нас есть. Даш, это вот... Наш завтра зависит от наших решений сегодня. Ты даже перевел с украинского языка. Ну, примерно так, примерно. Да, у нас там еще с обратной стороны тоже вдохновляющая фраза. Это что, это взвешиваться надо? Да, да. Это взвешиваешься и можно вот... Берешь вот что-то... Да, 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 да. Вот это встаешь и можно вот по этим параметрам... А можно мне процент жира измерить? Меня волнует очень сильно мой процент жира. Меня больше не волнует. Ну, и мы специально находимся... Вот наш кабинет находится вот напротив кухни, чтобы прям все чувствовать и контролировать работу. Это можно быстренько воровать. У нас вот, например, здесь большой холодильник, где ночуют наши термосумки и рационы. То есть, если жарко, то здесь можно... Вы из этого вы готовите? Ну все, мы тут остаемся. Вот хотите здоровый образ жизни, холодильник должен... Я хочу, чтобы вы были молодые. Пока. Теперь как настоящая жена... Тихо, тихо, тихо. Показывается... Финансы, денежки. Ага, самое главное. Вот и деньги лежат. У нас действительно финансы, да, бухгалтер и управляющие производства. Здрасте. Мы за деньгами. Нам проведу шла. Да, бухгалтер все сглезанно. Зато у нас есть управляющие производства. Вот Ольга, она вот в ответе за то, чтобы кухня работала согласно всем. Да нет, нам надо денег просто. И все. Деньги приходят после того, как управляющие все проконтролируют на производстве. Это же результат. Деньги – это результат. Ясно. А Ольга, а вот этот котик на стенке, это что означает? Это он означает, когда начинается какое-то плохое настроение, я сразу показываю тем, кто приходит с плохим настроением, показываю. Покажи себе. Соответственно, сразу после этого мы начинаем улыбаться. У нас не котик. А я думала, это бухгалтер перед выдачей зарплаты. Нет, нет, у нас бухгалтер очень добрый на самом деле. Это если кто-то с плохим настроением, мы сразу ему показываем, на кого он похож. Это самый главный секрет успеха компании. Вот таких котиков себе вешаете, и все, хорошо. Надо проверить. Чтобы сразу напоминать. А почему у вас везде стоит эта вода? Мы сейчас партнеримся с поставщиком воды. Эта особенность воды в том, что она в свой состав включает меланин. Супер. Так, ну все, Ольга, работает. Спасибо. Прошу на прогулку. Сколько клиент живет в среднем? У нас есть вот разные типы клиента. То есть у нас есть клиент, который еще с самого начала, то есть он уже с нами 3 года, день в день кушает, небольшие паузы только на какие-то... Это маленький процент. Да, но это маленький процент, то есть в основном, в принципе, клиенты у нас кушают около месяца 2, получают результат все-таки. И дальше на месяц, 2-3 они как бы пропадают с экрана, после этого, опять-таки, в одни часы. Периодически. Да, то есть идет такой уже там 2 раза, 3 раза в год у нас проходит такую, скажем, оздоровительное питание. То есть он все-таки постоянный. Постоянный, просто он делает период. Это наша цель, это наша цель выходить на постоянных клиентов. И что мы для этого делаем? Получается, что если у клиента потребность реально экономить время, и наша еда для него это стиль жизни, вот этот клиент, который я называю постоянно. У него, конечно, есть отпуск, выходные. У нас кушает, например, с понедельника по пятницу, а выходные у него там семья, ресторан. Но потом мы уже видим, что для этого клиента мы часть его жизни. И мы услышали от клиентов, что им там приедается наше меню. И у нас меню, оно всегда менялось с сезона. Вот появляются ягоды, мы их добавляем, фрукты добавляем, зимой это другое меню. То есть от сезона оно всегда менялось. А тут вот реально начали от окружения слышать «приелось, приелось». И что мы такие так «приелось»? Надо решить эту проблему, потому что постоянных клиентов нужно вот вернуть. Мне приелось, я поставлю на паузу, через там месяц нам верну. Мы понимаем, что мы теряем клиента на место. То есть что делать? И к чему пришли, что реально сработало? Мы решили организовать итальянское меню. Что значит итальянское меню? То есть у нас же 5 приемов еды, и 5 приемов еды сделать итальянским нереально. Мы сказали, для нас итальянское меню… И пицца 5 раз в день. И паста. И рвелечками. Ну вот мы реально себе сказали, что итальянское меню – это когда в день два блюда с итальянской кухни. У нас реально есть пицца, но она без теста. То есть для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, это окей. То есть основа, допустим, этой пиццы – мясо. То есть она выглядит как пицца. Но ты её ешь, и она понимает, что нету там вредных продуктов. То есть нету там супер вредного кейчупа. Нет, ну а что такое плохое в тесте? Глеводы же всё равно нужны человеку. Да, да. Если правильное тесто, то какие… То есть у нас есть лазанья, да, но у нас есть панакота. Но это опять готовится с тех ингредиентов, которые разрешает врач-дьетолог, которые по калориям и по полезности подходят. То есть было итальянское меню. Сейчас у нас, например, то есть мои последние поездки в Австрию вдохновили, давайте сделаем австрийское меню. Причём, что я понимаю, что это очень жирная кухня, очень калорийная. И наоборот, это было вот интереснее их жирную кухню сделать диетической. Адаптировать вот наше всё. И то есть у нас там есть штрудель, но опять это тесто, которое там без дрожжей, которое состав утвердил раньше диетолог. У нас… Шницель, по сути, есть. Да, да, но опять же он адаптирован. Он не в фритюре готовится, да, то есть не в кляре, а в овсяных хлопьях. То есть как бы ищем баланс, да, чтобы это было и интересное блюдо, и оно было полезно и утверждено диетологом. И клиент-менеджеры очень обрадовались, потому что у них есть повод позвонить нашим клиентам, которые не курят, а у нас новое меню, попробуйте. И вот сейчас мы себе решили, что наш этот год будет тематический. То есть мы будем в диетическую кухню внедрять блюда разной кухни, ну, адаптируя их. Давайте о людях поговорим, потому что в бизнесе это очень важная вещь, люди, которые с нами работают. Вы когда начинали, давайте, вот вы стартанули, была подружка, вас двое, повара наняли, кто там еще? Нет, они же были на аутсорсинге. А, на аутсорсинге, да, 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 сори, да, я забыла. Я имею в виду уже, наверное, больше второй, вот второй период, да, когда вот вы начали расти. Ну, на первом этапе, да, мы вот были только втроем, Сергей делал доставки, первый доставки реально делал сам. Это было и очень важно с точки зрения понять клиента, понять, как он принимает сумку, что нужно для него, то есть это было, как бы, ну, с одной стороны, это не было там ресурсом нанять курьеров для того, чтобы им платить за плаву. Мы занимались доставкой цветов, ну, Сергей, поэтому... Я возил тоже много. Когда Сергей с утра ехал, говорил, так я не могу найти ваш дом, и я помню очень хорошо, как дядечка ему говорит, это ваш Порш едет сюда, он говорит, это у вас доставка такая? Да, был момент такой. Я вам расскажу еще ужаснее историю. Значит, когда-то, когда мы только стартовали с цветами, уже мы продали этот бизнес, но мы стартанули, и заказы были, ну, такие типа, раз заказ, да, и тут суббота, воскресенье. Мы не держали флористов, потому что это только наши первые какие-то шаги. И вдруг у нас заказывают там какое-то количество роз. Мы знаем, где купить розы, и надо как-то их сделать, там доставка на 6 утра. У нас какой-то страшно загруженный день, у меня какие-то съемки, короче, капец. И, значит, мы эти розы в холодильник купили, забрали, приехали с офиса, нам надо там няню отпускать уже ночь. В общем, 11 часов вечера, моя кухня, я и розы. Мои руки, чтобы вы понимали, вот они вообще не созданы что-то резать, потому что они ровно ничего вообще делать не могут. Я звоню флористке, говорю, что делать? Она говорит, надо счистить колючки. Как салфия в телевизоре лежит. В общем, мне кажется, это был самый ужасный вообще букет роз. Мне было очень стыдно, потому что я это все ножом кухонно. Если бы клиент знал, что это вот собственник своими руками сделал. Я обколола все себе руки, все, и я этот букет, я говорю, Сережа, неси. Поэтому в бизнесе это абсолютно круто, классно, когда вот мы во все эти процессы. Да, да, ты это делаешь абсолютно нормально. Ну, и просто есть возможность познакомиться с клиентом. Ну, это ты себя оправдываешь. Ну, это хорошо. Это очень важно. Вот мы даже на торговых точках, Сергей тоже стоял, работал, смотрел, потому что иначе невозможно создать сотрудникам никакие скрипты, да, понять, что делать. Был опыт, я понимал, что на одну досталку уходит, там, грубо говоря, там 5 или 7 минут. То есть, если бы запустить курьера, то сказал бы полчаса до досталка, то есть, мне нужно покурить, там, кофе, то есть, есть определенные, ну, в этом моменте. Это круто. Значит, давайте, все-таки в свою кухню переехали, вот вы начали нанимать этих людей. Кто это был? У нас была уже изначально одна девочка, и она у нас работала удаленно, то есть, она работала у нас, там, два дня в офисе, а офис это был коу-воркинг, и остальные дни она в телефонные… Что она делала? Отвечала на телефоны и объясняла. То есть, понятно, что первых клиентов заказа лично общалась я, вот, диетолог, а дальше мы понимали, что, ну, эту вот функцию мы готовы… А было не страшно? Ведь это, по сути, вот Сергей говорит всегда, что клиенты – это последнее, что нужно передавать. А мы были под контролем. Если клиент-менеджер был под контролем, если возникала конфликтная ситуация, она не знала, что ответить, и дальше перезванивала я и разруливала эту конфликтную ситуацию. А вы не боялись, что, например, нас трубку там не снимется, льет как-то клиента вообще? Ну, там клиенты начальные были на руках посчитать, поэтому ты всех контролировала. Ну, то есть, в этот момент вы… Да. Хорошо, кто еще у вас был? И была девочка, которая начинала вести социальные сети. То есть, я тоже делала, я рассылку, я делала посты в Фейсбуке, и понимала, что это занимает очень много времени, потому что ты погружаешься, так интересно картинки подбирать, вообще. А чтобы письмо написать, ты столько времени уходишь, да? Да, отвлекаешься стратегически. И я понимала, ну, это опять я по шагам это все передавала, я первые письма детально объясняла, написала, я проверяла. И Сергей мне говорил, так ты быстрее бы сама бы это письмо написала, чем ты ей объясняешь, что ее учишь. Говорю, нет-нет-нет, и вот я сейчас ее научу, а потом это освободится, это реально так сработало. То есть, у нас первая команда, это был менеджер, который вел социальные сети, и клиент-менеджер. И, в принципе, курьер, да? Курьера ты уже брал. Курьер уже начинал брать курьера, чтобы... И товара. Сейчас, насколько я понимаю, вас сколько? 30 человек больше? Да, 30. Вот в общей сложности, да, это 30 человек. Это в Киев или со всеми городами? Это Киев. Ну, здесь нужно понимать, что 10 человек или там 12, да, это курьеры. Давайте по курьерам. Что вы поняли? Мы с Сергеем столкнулись с большой проблемой в свое время с курьерами. То есть, тоже это оказалось не так просто, как нам сказалось. Ну, какие проблемы, правильно, такси просто, да? Ну, это оказалось вообще огромной проблемой. Таксист вообще не хочет не искать, он не хочет нести его. Не подниматься, да? Да-да-да, спуститесь, я подъехал. Да-да-да, и непонятно, куда подъехал. При том, что у нас же еще, как получается, в цветах, как правило, заказывает один человек, а получает другой. То есть, для другого человека это сюрприз. Да. Да, и ему такой сюрприз, когда таксист ему звонит, говорит, я вам... Хорошим голосом. Да-да. Идите, забирайте, я там где-то на улице за три дома стою. Чего забираете, да, кто-то и так далее. Вот расскажите нам по курьерам все-таки. Ну, это действительно такая. Мы рассматривали разные варианты. То есть, мы сначала хотели завтуриться с какой-то компанией, которая там занимает профессиональные доставки. То есть, для того, чтобы выбрать как раз таксистов, да, скажем так, потому что они вот могут бизнес сломать. Но по финансовой части, компании, которые предоставляют, и финансовой части, и по операционной, да, потому что они не готовы были там утром приезжать, брать нас и доставлять. Им нужно приехать с вечера, взять на свой склад. Да, да. Они понимали, что еду, да, таким образом, как они транспортируют. Ну, и таким образом искали очень точечно курьеров, ребят молодых, или там уже даже пенсионного возраста, которые им нужно чем-то заниматься, да, то есть они полковые люди. И в первую ставку я ездил с ними, то есть, как бы просто смотрел и наблюдал, даже поднимались на этаж. То есть, я сзади стою, курьеру, смотрю, я показываю вот так сумочку, то есть, как бы клиенты, но на это смотрели, как бы, с пониманием, да, то есть, то, что мы развиваемся, и мы хотим вам давать качественные серии. Опять же, тогда был тоже этап, время кризиса, и мужчины искали себе дополнительный заработок. И были толковые мужчины, которые потом уходили от нас, говорили, ну, типа, у меня все уже в жизни настроилось, спасибо, до свидания. И они были реально толковыми, потому что это были, ну, они дальше ехали на свои какие-то основные работы. Я давно думала о том, как повысить популярность нашего канала. И я поняла, что пришло время раздеваться, поэтому сейчас новая платьичка. Ребята, только давайте так, вы подписывайтесь на канал, ставите лайки, потому что, ну, не могу же я просто так голой ходить. А я сейчас все это сделаю. Сейчас, снимаю платье. Ну, все. Ну, подожди. Фигушки, фигушки. Пока миллиона не будет, голой тоже не буду. Я одеваюсь. Серьезное место. Вообще, я всегда мечтала работать на кухне. Последний раз я в таком виде шла рожать ребенка, я надеюсь, что это не повторится прямо сейчас. Ну, мы сейчас пойдем на кухню. И на своей шпилечке. Та-ра-та-та. Ручку можно добавлять? Нельзя, блин. Быстренько одеваемся. Блин, шпильку. А сейчас мы идем на кухню. Самое место. Я думала, мы идем рожать. Или принимать роды. Принимать. Ну, еда, это же реально таинство. Мы очень гордимся вот этими двумя штучками, так как вот то, что у нас наконец-то есть возможность приобрести собственное оборудование. И это называется... Аппарат шелковой заморозки. То есть это шокер. Шелковый заморозок, но очень быстро, с горячей температуры выпускают плюс 5, и еда сохраняет свои свойства. То есть да, вся еда изначально готовится в параконвектомате, а после этого попадает вот в этот шокер. Зачем? Потому что он позволяет быстро снизить температуру и при этом сохранить все необходимые микроэлементы и пользу от еды. Потому что если еда стоит медленно, уже происходит процесс разложения, возникновения бактерий. А так еда охладилась и все микроэлементы сохраняются. Я тоже. Это параконвектомат. То есть здесь все запекается у нас или готовится на пару? Вкусно пахнет. А я думала, это шоколадная колбаса. А это, наверное, будет рулет из мяса из прелеса. Что только вот сейчас происходит, основные заготовки. Они уже в форме, они уже в футболочках, партушках, девочках. Да, но это пришло со временем. То есть изначально мы, когда нанимали поваров, то просто просили, чтобы они соблюдали свою аккуратную чистую форму. А только вот сейчас есть возможность реально и хотеть. Красивенько. То есть это вот кухня, где основные происходят горячие процессы. Это склад. Как видите, он минимальный. То есть изначально поставщики привозят и продукты попадают вот сюда на склад. Все бренды, все торговые марки – это то, что утвердил и врач-диетолог. И наш подход, то, что мы закупаем нужное количество продуктов под количество клиентов, позволяет то, чтобы склад был минимальный. Поставщики каждый день привозят ровно столько, сколько там надо с минимальным запасом. Это наши морозилки. То есть здесь у нас, видите, там замороженные… Запасы на зиму. Да, запасы на зиму. Мясо, рыбу нам точно так же привозят под количество клиентов. Еще один в холодильник. Да. Это холодильник именно для продукции. Это холодильник, где хранится продукция вот здесь. Ага. Свет можно включить? А вот это не свет? Нет. Ну и ладно. Ясно, ну и хорошо. Круто, блин, столько всего. О, яйца. Да, я тут нашла правила мытья яиц. Попали продукты сюда. Здесь блюда нас приготовили и их охладили. Здесь происходит сумка. А, здесь сумки наши возвращаются после доставок. Их чистят. Если нужно, то мы их сдаем в специальную химчистку или же самостоятельно обрабатываем. А вы кладете туда какой-то охладитель? Да, 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 да. Хладагин специальный вот охладитель. И это вот штука, она называется тресиллер. То есть сюда попадает лоточек и после этого накрывается специальной пленкой. И припаивается. Получается лоточек. Сейчас покажем, как еда запаяна воздухом. То есть как бы нету, так скажем, чисто теоретического возможности курьеру даже открыть, посмотреть. Да, да, да. Запакован и гарантия того, что клиент получает еду с производства. С производства. С нейтронутой. Да, да, нейтронутой. Это очень правильно, кстати. И такая упаковка еще позволяет то, что не попадает в воздух. И плюс у нас же завтрак, обед, ужин, два полезных перекуса. И благодаря этой упаковке не происходит смешивание запаха. Ага, да, да. Это все вот внутри лоточка. А здесь происходит, это уже холодный цех. И после того, как приготовили, здесь происходит упаковка. А тут показано, как это должно выглядеть? Это некоторые, да, блюда. Это вот как раз австрийская кухня. Новые блюда мы ввели, специально сфотографировали, чтобы для повара визуально он понимал. Я уже хотел вот это съесть. Да, я есть, вы пудинки нашла. О, десертики. Это блюдо из новой кухни. Штрудель. Да, у нас есть яблочный штрудель. То есть от штруделя яблочного можно худеть. Я хочу сказать просто, что, по крайней мере, вот мы видим на картинке, выглядит это очень привлекательно. Первое, вообще, когда я услышала о еде, да, доставки еды, я сразу же подумала, что это какой-то кошмар. Но еда, от которой худеют, да, то есть у нас вообще... Это, во-первых, вообще очень невкусное. Плюс еще и как бы на тарелке, ну, целый день, это вообще какой-то жестяк. А если есть по две порции, в два раза быстрее похудеешь? Нет, нет, нет. У нас был, кстати, такой клиент, который говорил, у меня нет времени кушать там в течение дня, но я потом прихожу и всю сумку вечером съедаю. Почему я не худею? Сочередно очень. К сожалению, результат будет не бывает. Да, значит, ты должен разумный подход. Да, интересный вариант. Вот одно время была очень модная тема того, что найди специалиста, дорогого, классного, дай ему, и он тебе это сделает. Вообще без вопросов. Это касалось там и маркетинга, да, и продаж, и вообще выстраивания процессов. Мне тоже очень нравится тема франчайзинга. Найми компанию, которая простроит тебе все процессы в своем франчайзинге. Человек, который вообще не шарит, как работает твой бизнес, вообще ничего не умеет, и он тебе напишет классный франчайзинг, и ты его тут же продавай, даже не глядя, как бы рассказывай. Потому что, чтобы его не написали, тебе нужно дать имжешки выплатить, и все равно, иллюзия как бы полная. Кстати, вот франчайзинг, я читал, ну, там, ваш сайт изучал, и увидел, что те, которые в других городах у вас открыты, точки, они открыты вообще по франшизе, да? Как у вас вообще родилась? Ну, я читал какое-то ваше интервью, там было написано, что, по-моему, свет, вы рассказываете, что логически, да, то есть компания начала расти, стали люди обращаться сами, то есть это не было изначальной задумкой, да? Мы изначально думали, мы понимали, что мы можем мультифлицировать. Изначально появились клиенты, даже, ну, точнее, звонки из других городов, которые, а вы есть в нашем городе, а как-то вы можете нам там новой почте отправить? То есть какие-то были запросы там, ну, такие, они были точечные, но они были там со Львова, с Непопетровска, то есть какие-то такие звонки. И мы так думали, ну, раз есть интерес, да, то, возможно, есть какие-то такие, было бы хорошо так масштабироваться на всю Украину. И мы вот смотрели это и своими силами, да, как бы вот заново проходить, но мы боялись, как бы, ну, точнее, смотрели с опаской на то, что мы не знаем город с внутренней точки Киева, мы знаем, да, потому что мы здесь как бы живём, мы понимаем, более чувствуем клиентов. Поэтому вот появилось такое большее желание, как бы, по франшизе, по партнёрству. Ну, вот такие звонки, что нам дали? Мы стали просто задумываться, а что мы можем масштабировать, что мы можем, какую ценность передать, потому что, казалось бы, ну, еда, ну, меню, ну, это можно составить и самостоятельно готовить, и какую ценность мы будем давать нашему партнёру. И я ещё давно уже говорила, наша ценность должна быть CRM-система, должна быть это вот внутреннее ядро, которое потом сможет, которое клиенты не видят, но для нашего партнёра это будет ценность. И мы, конечно, вот только сейчас вышли на тот уровень, когда у нас так CRM-система, которой мы сказали, окей, вот та, которая она есть, вот сейчас мы будем довольны. Я понял, что вы свою систему, вот тоже о вас читал, свою систему, значит, вы написали на базе 1С, и она у вас управляет заказами, клиентами, производством, да, то есть полностью. И, ну, я по себе знаю, что это непростая вещь, такую систему создать, готовую, как правило, какую ни бери, всё надо под себя перенастраивать. И не дешёвая. И не очень недёшево. Во-вторых, что я понял, вот, если поправьте, если не так, я понял, что логистику вы сами организуете из Киева отсюда, да, то есть люди там только готовят, доставляют, а вы здесь принимаете заявки, да? Заказы, да, клиент-менеджеры здесь, да, принимают, обрабатывают. То есть телефонные звонки, всё это вы обрабатываете. Да, да, у нас серая система, которую наш партнёр в Дровом Городе как бы сразу видит, что клиент добавился, что нужно готовить, если у нас какие-то обновились технологические карты, у нас какое-то новое блюдо, он за это платит всего 5% от оборота. Да, но мы для нас, почему мы решили единый колл-центр сделать? Потому что для нас это точка контроля. Если клиенты там недовольны работой кухни, то мы об этом узнаем первые. Повар пересолил. Мы когда в Пингбаре планировали франчайзинги продавать, мы тоже так же думали, что мы будем все звонки принимать в едином колл-центре тоже, чтобы всё контролировать. Но мне кажется, насколько я почитал про ваш франчайзинг, мне кажется, это вообще задаром для человека сегодня, чем организовывать всё это самому с нуля. Сейчас вот продаётся масса франшиз, я видел, которые стоят 2-3 тысячи долларов. Там тебе дают просто ссылочку на Google Диск, и всё. И ты скачиваешь себе все документы, и вот работай. У вас полная практика, то есть всё консультации, сопровождение. За одну консультацию, за нормальную, можно больше за... Сколько стоит франшиза? Давайте озвучим. Ну, если мы, допустим, смотрим миллионный город, то есть Днепр, Львов, Одесса, то это 3,5 тысячи долларов на сегодняшний момент. Это первоначальный износ повышальный. Это же меньше, чем сумочка Шанель. Да, да, да. Мы понимаем это, но... Мы понимаем, да? Мы понимаем, да? А что так дешево? Почему? Нет, у меня реально... Вопрос, это очень дешево. РМ-система, сайт, там... Опыт, хоррэ. Я знаю, мы практически за один месяц с тобой в начальной, и в старте чуть не спустили эту сумму денег просто на ровном месте. Почему так дешево? Ну, первые наши партнеры, которые пришли, да, мы их не искали. Они вот пришли, мы с ними встретились, пообщались, и мы понимали, что их энергетический вот заряд, их желание, оно вот правильно совпадает с нашими ценностями. И на тот момент у нас... Мы не обращались там в франчайзинговую компанию, которая все детально пропишет. Мы понимали, что у нас есть этот опыт, но он такой, да, в нашей голове. И мы не знали, как это будет работать. Мы сейчас работаем в трех небольших городах, да, в Луцке, в Николаеве, Кропивницком, да. И мы, получается, они были той площадкой, которая позволила нам этот наш опыт из головы вытащить и посадить там меня, Сергею, написать эти вот инструкции. И вы сами это все написали. Но мы, оно в процессе. То есть, получается, мы каждый раз, я с Сергеем говорю, может, мы обратимся в франчайзинговую компанию, там 10 тысяч долларов стоит только их услуга. И мы понимаем, что они же не напишут, они будут просто задавать мне вопросы, а я буду все равно отвечать на эти вопросы. Я каждый раз, у меня сейчас опять в адженде написано, может, мы обратимся, они нам все красивенько сделают. Потому что оно у нас там в Орде, там в Орде, там в Орде. Мы это все на дропбокс посбрасывали и даем там доступ. Ну, конечно, когда мы открывали там в Кропивницком, это уже все было структурировано. Уже на Луцке, на Николаеве отработано. Но все равно я считаю, что это очень дешево, учитывая сайт, серую систему, уже известная марка. О, слушай, Ермила и Ольга написаны. Да. На каждую сумочку написано к именем клиента. Да, я так, да. Каждая сумочка написана индивидуально от каждого клиента. Так, хорошо. Наконец-то мы посмотрим, что в сумочке. Та-ра-та-та-та. Так, да. Ну вот, можно, мы вкладываем специально меню. И здесь в меню перечень блюд, вес. У нас есть калории, белки, жиры и углеводы. Белки, жиры и углеводы, калории, это мы все считаем благодаря нашей серым системе. Это 1314 калорий, да? Да, это 1300 калорий. Слушай, мне как вообще немало будет. 1300 калорий, да, это для плавного походения. А, Ермилова Ольга. Читаем, во-первых, доброе утро, Ермилова Ольга. Тут нету имени Сергея. Мне надо в два раза больше. Да, да, у нас есть программа 2400. Очень хорошо, что тебе надо. Макдональдс через дорогу. Отлично, понятно. А вы знаете, кстати, что в Синабоне, в булочке 1800 килокалорий. В классическом большом Синабоне. Потому что и стоит всего 40 гривен. Вы вообще представляете, я когда это узнала, я вообще, я перестала хотеть Синабон в сюжете, когда вдумалась 1800 килокалорий в булочке. Обалдеть вообще. Так, давайте 1400 калорий. Это женская программа для плавного похудения. Да, у нас есть еще экспресс похудение, там 1200 калорий, например. Есть баланс питания 1500-1600 калорий. Есть 2000 калорий, если там, допустим, для набора, значит, на массы сбор, программа, это 2400. То есть, это такая уже полноценная сумка. То есть, это вот то, что у девочки... И все вы в той машине запечатываете. Да, да, да. Так, значит, это завтрак. Обед. Указано время. С шести до девяти. Обед-обед, два обеда. Да, здесь обед у нас на обед идет салат из свежих овощей. Если салат из свежих овощей, конечно, мы не можем ее вместить. И здесь паста была есть из телятины и пармезаном. То есть, да, от пасты можно стройнеть, если это паста из правильных макарон. Это ужин. На поздник у нас идет венское яблоко с малиной. И ужин судак с творогом, болгарским перцем. И в бадан с запеченным сыром. Очень красиво выглядит. Да, очень красиво. Очень-очень привлекательно. Ну, мы понимаем, что баклажаны немногие. Немногие любят баклажаны, немногие любят кабачок. И поэтому каждый раз нам нужно придумывать из этого блюда что-то такое, чтобы впихнуть, чтобы наши клиенты с радостью в себя могли... А что я на завтраке пропустила? Творожные кнедлики с ягодами. Это австрийское меню. Красное, да. Можно попробовать? Так, а где вилка моя? Я сразу хотела сказать это. Да, вот здесь в карманчике у нас на вкус. Слово творожное уже находится в божестве. Смотри, как красиво. Иди сюда, смотри. Смотри, я сейчас подниму. Можно я с кем-то травим? Смотри, еще раз написано. Ермилова Ольга. Могут опять через дорогу. Ну, а тебе как мужчине, тебе нужны силы. Будь таким же сильным, как зеленый стебель. Так, спасибо. Нашим клиентам рекомендуем выкладывать все на красивую тарелочку, брать собственные приборы. Пахнет и наслаждаться. Ну, во-первых, на вкус вообще ничего нету такого, что я ем что-то, ну, типа, я посмотрела специально на колораж. То есть, нету такого ощущения, что я ем что-то вообще не калорийное и безвкусное. Потому что у меня, например, бывает такая проблема, когда я поела, и я вообще не наелась. И я от этого страдаю, да? И я, естественно, начинаю делать зажор какой-то, и в итоге я беру кусок хлеба с сыром и говорю, до свидоса. И я понимаю, что я, в принципе, могла наесться там этим куском хлеба и сыром, но я съела еще 200 калорий, которые вообще, как бы, прошли мимо. Очень вкусно. А так, получается, что ты точно знаешь, сколько ты калорий съел. Если вдруг, да, когда происходит ситуация, что человеку как бы нужно где-то там встречу в ресторанах, да, то есть он знает, какое количество нужно, ну, скажем, брать из рациона. Реально очень вкусно, правда, вот вообще не обманываю. Ну, это этап развития, то есть мы начинали с простого меню, и сейчас понимаем, что наше конкурентное преимущество это разнообразная еда, ресторанная подача, потому что, ну, конечно, в облоточке это выглядит, как доставка еды, но если ты выкладываешь эту же еду на красивую тарелку, то будет то же самое, что в ресторане. Ну, я не знаю, вот опять-таки аудитория же какая, ну, есть аудитория, которая там хочет худеть, но я думаю, что все-таки большая часть аудитории это достаточно занятые люди, то есть у меня тоже бывает очень часто, что просто поесть тупо некогда, и спасает в этом случае там какая-то злаковая печенька, да, то есть вот что под рукой. У нас была зажигалка пати, я до обеда так и не дошла, я просто ела печеньки и пила кофе, потому что, ну, надо было как-то продержаться. мне нравится, что это вкусно реально, ну, то есть я дома, например, бы себе не приготовила. Ну да, то есть это вот девочка, которая хочет сбросить вес, и ей нужно там 1300 калорий, вот она бы это все точно не готовила для себя. Мы используем мед. Мы используем мед. Что-то есть мед? Нужно посмотреть по серым системе, по тех карте. Возможно, если есть ягоды, то, возможно, это будет для себя. Я не знаю, что тут есть, но по вкусу это что-то страшно вредное и вкусное, вот честно. По вкусу. Да, да. То есть ощущение диетического питания, я не наблюдаю, не целься, пожалуйста, на него, я его заберу и съем. Сколько людям нужно иметь денег для того, чтобы запуститься? Какие вы им говорите, с чем им нужно приходить, хотя бы что иметь? Ну, то, что мы озвучили ради наших существующих партнеров стоимость франшизы, 2,5 или 3,5 в зависимости от города, да. И плюс, смотря какой партнер. Если у вас уже есть кухня, есть оборудование, вы, например, кейтеринговая компания, то у вас уже есть все ресурсы. Вообще, если у человека ресторан, мне кажется, то ему это сам Бог велел такой бизнес уже иметь. Да, да, да. Но все равно есть кухня, все равно люди. Да, и нам такой партнер очень цели. То есть он опытен в этом, да? То есть у него есть уже по-моему. У него есть производство. Да, да, да. Это вообще очень круто. Это вариант для масштабирования просто идеальный. То есть расширение ниши просто… Да, партнер, у которого есть кухня с персоналом, и у которого вот есть команда, которую он загрузит. Для нас это очень важный партнер. Да, потому что, опять-таки, если это какой-то партнер, скажем так, не имеет опыта ни в ресторанном бизнесе, ни в ресторанах, ни в ресторанах, ему нужна аренда. Ну, понятно. Там много всего. То есть это затягивает большая сумма. Да, мне кажется, это идеальный бизнес для тех, у кого уже есть. Все равно, но подожди, но есть люди, у которых неважно, есть средства, продали почку, квартиру, есть мужчина, женщина, в конце концов. С деньгами. С деньгами. Папа, да, у тебя, как у меня. Вот. То есть, есть кто-то. Все-таки, какой бюджет вы предполагаете, с какой суммой человек может зайти в эту нишу, сколько у него должно быть? Ну, минимально, это, наверное, 50 тысяч долларов. Для покупки оборудования. Ну, опять-таки, покупка оборудования, закупка минимального для старта. У вас же не было 50 тысяч долларов. Да, ну, да, может повторить наш опыт. То есть, наши партнеры, у них, они не рестораторы, у них не было ресторана, они были там наемными работниками в ресторанном бизнесе, например, или были ресурсы. Смотрите, то есть можно заплатить 2,5 тысячи долларов и получить весь наш опыт. Да. И сортовать. Клиент-менеджеров получить. А можно вообще с нуля, как вы рассказывали, сделать? Ну, 4 года. Да. Вот 4 года или 2,5 тысячи долларов? Ну, просто, действительно, мы даем наших клиент-менеджеров 4 года. Это столько подводных. Это миллиардов. Мы вообще, вот мы когда начали во всем этом копаться с Сережей, мы просто в один, мы очень быстро приняли это радикальное решение, у нас было страшное расстройство после того, потому что мы, честно говоря, мы планировали, вот, кстати, давайте вот этот момент, сколько заказов сейчас в среднем вы имеете в день. Ну, на сегодняшний момент, да, это, ну, сейчас там не сезон, допустим, но вот сейчас в среднем это 100 клиентов в день, да? 100 клиентов в день. Значит, попробуйте кто-нибудь забацать сайтик, что угодно сделать, попробуйте получить 3 клиента в день в течение недели. Через год расскажете, почему у вас не получилось. То есть это очень сложно. Мне казалось, честно говоря, как и с цветами, в принципе, что до 100 клиентов в день, да, боже мой. Мы же точно так. 5 миллионов человек в Киеве. Классическая схема. А всеми половинку 10%, а вам 1%. Я это называю из уровня логично. То есть бизнес-тренер вам скажет, да, вообще, ну, надо добить дебина, чтобы не продать на 1% какой-то. А еще я говорю, а посмотри на улицы, сколько машин, зайди в ресторан, сколько там людей. Каждый день люди едят. Сколько людей. На самом деле это очень приличная цифра. Пиковая, которую мы там настирали, там, 150. Это круто. Это много. Это круто. Если мы говорим о 3 тысячах заказов в месяц, то это, ну, как бы, это мега круто. 2 тысячи, 3 тысячи, это очень много. Вот. Я уже сегодня это… 3 тысячи в месяц не сезон, а в сезон, получается, там, 4 тысячи. Не важно. Вообще, в принципе, в сезон или не в сезон, это очень много. Потому что я знаю, что со стороны люди так, как бы, они думают, эээ, ну, что это такое, там, типа, да можно гораздо больше. Нет, это очень много. Какая маржинальность у этого бизнеса? 15-17% это то, что вот есть на сегодняшний момент. Ну, это только, опять же, этот процент мы стали получать, когда мы начали контролировать затраты, когда кухню, когда склад, когда поставщиков. Да. То есть, этот процент мы подтянули только благодаря тому, что мы почистили… Оптимизировали всё. …косты и сейчас это дело. Да, когда мы вот развиваемся органически, да, то мы там определенный момент, мы говорили, окей, здесь скорее всего что-то не так, но оно пока функционирует, давай следим на какие-то важные дела. То есть, если человек начинает с нуля, то у него фактически себестоимость будет выше даже, чем сейчас у вас розничная цена. Да, да, да. Мы уже просто как бы начинаем уже оптимизировать себестоимость, наши затраты. То есть, если мы там говорили, окей, там, мы можем мотнуться отдельно за каким-то одним продуктом, который нам нужно, на другой конец скилла, и это, конечно, себестоимость сразу вырастает. Сейчас мы это оптимизируем, настраиваем поставщиков, чтобы они нам регулярно, четко, по правилам всем нам доставляли. Поэтому сейчас это идет уже оптимизация, да, вот, искренне увеличение маржинальности бизнеса. То есть, наши там, конечно, цели выше получаются. Ну, вот, если говорить о маленьких городах, да, например, как вы считаете, какое количество, во-первых, какое количество доставок для них является хотя бы нулевым, и какое вообще возможно, вот, исходя из того опыта, который у вас сейчас есть, вот, как вы себе предполагаете в динамике развития? Ну, наверное, там, 25 клиентов для города уже для них было бы очень хорошо. Там есть 15, 20, 25, это там такая вот, скажем, окупаемость и уже там большие 25 клиентов доходят. Ну, потому что маленький город – это совсем другие затраты на логистику. Это один курьер, который пешком все, например, оббежал, да, или один… Ну, да. И на маркетинг один город повесил, и себя тебе узнали. Да, 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 да. Вот в Луцке так и было. Они говорят, мы начнем рекламу с бигбордов и рекламы в кинотеатре. Я говорю, как? Да. Мы тут такой в Киеве себе не позволяем. Как? Ролик в кинотеатре у них там получился там смешный, да, по меркам Киева там ролик. Мы понимаем, что вам бы, если во всех кинотеатрах, там, он, грубо говоря, один, да. А тут в городе один кинотеатр. Люди придут, увидят этот ролик и искренне. Да, и там быстрее новость распространяется. Ну, как бы репармная компания не может отвечать. Это преимущество маленьких городов, мне кажется, там очень легко о себе заявить дешево и быстро. Да, да, да. Просто очень важно, да. То есть вытиск правильно, качественно. Хороший продукт. Если вот хорошим продуктом, по городу быстренько все узнают. А, запустимся в новый сервис. А, давай попробуем. А, давай вот. Как вы считаете, какими качествами вот должны обладать те люди, которые в этой сфере могут работать? Вот вы бы в лице своих франчайзи, да, например, как вы себе их видите? Какие это люди? Что вот у них точно должно быть? Ну, тут, наверное, не только в нашем сегменте, да, в любом бизнесе. Это должен, человек должен гореть и должен любить жизнь. Ну, должен этот вот внутренний стержень. Понятно, будут взлеты и падения, просто нужно знать, когда у тебя нет настроения, желания, и ты… Активная позиция и настойчивость. Нужно знать… У тебя должен прописан быть такой секретный список, что если ты в таком состоянии, инструкция, что ты должен делать? Как ты себя должен вытаскивать с этого состояния? А вы помогаете своим ребятам как-то вытаскиваться, когда у них бывает такое что-то, говорит, Света, блин, что-то вообще как-то… Ну, они, в принципе, сейчас Николаев и Кропивницкий, они еще вот понимают, что им нужно колбасить, колбасить рынок новый. В Луцк у нас уже давно и действительно бывают эти вот взлеты и спадения, то мы им приводим свой личный пример. У вас август, у нас август. У нас в хороший сезон вот столько-то у вас было, столько-то у нас сейчас так. И я всегда говорю, чем я могу помочь? Что мы, что клиент-менеджеры, что маркетинг должен для вас сделать? То есть они получают еще помимо CRM-системы всего-всего-всего еще постоянный колбасинг. Это же очень выгодно. Я бы, если бы был в другом городе и вот этот бизнес бы однозначно сновляет организовывать, когда есть такое, можно подключиться к классной команде. Мне очень нравится, что вот честно говоря, мне очень нравится, что вы это реально все прошли и что как бы мне сейчас очень понятна ваша история. Я думаю, что вот ребятам будет тоже интересен этот опыт, потому что он очень понятен. Нет каких-то баснословных сумм денег, которые там вдруг вырулились, еще чего-то. То есть все очень как бы понятно. я понимаю, что это очень непростой путь, ежедневная работа. Но я вижу, я вам верю абсолютно, потому что я вижу, что вы все время в этой теме живете и круто. И я понимаю, правда, как это непросто, потому что если бы мы тогда не попробовали вот чуть-чуть с этим соприкоснуться, причем у нас даже не поверите, у нас и название, и логотипы уже были, уже куча всего у нас было, уже даже инстаграм. Я встретилась со своей подругой, она мне начала кейтеринг как раз у нее свой. Я ей начала задавать вопросы, и она мне там про все эти сас, шмас, и как она мне начала по этой еде. А ты знаешь, что вот это вот так, а это нельзя готовить, а это если у тебя нету кухни, а если у тебя то. Я говорю, слушай, а как работаете? Она говорит, ну я тебе скажу так, значит, процентов 50 в принципе можно закрыть в один момент, потому что говорит, нету ничего официального. У тебя есть, говорит, там какие-то связи? Я думаю, мать твою, какие связи она. А ты знаешь, недавно был такой случай, значит, там кто-то траванулся, и я говорю, спасибо. Спасибо, Елена Батьковна, все, на этом мы закончили. И она правда, она нам очень много вещей рассказала, и я поняла, что блин, я-то на это смотрела как на проект масштабируемый, двигательный, а тут еда, и это все-таки ответственность как бы. Ну, в общем, мы решили не стартовать. Я просто к чему говорю, что ваш опыт очень дорогого стоит, и я думаю, что если реально кому-то тема интересна с едой, и вообще эта идея нравится, то, конечно, франчайзинг по вашей цене, ну, во-первых, простите, это очень дешево, мне кажется, это неприлично. Ну, это была цена, которую мы, потому что вы понимали… Я вас уже уговорила поднять ее! Это была та стоимость, потому что вы понимали, что мы же не обратились в франчайзинговую компанию, которая нам написала, и вот у нас бери и талмуд читай. А это все параллельненько создавалось, поэтому мы… Талмуд можете просто купить и подарить. Это самая большая глупость нанимать вот этих всех людей. Мы, кстати, когда встретились даже с парочкой компанией, и, короче, я потом Сереже говорю, слушай, ты понял, что они пытались задать нам вопросы, которые показали бы, что наш франчайзинг как бы не очень. И когда я начала отвечать, и так глаза у человека округлялись, округлялись, я ему говорю, слушай, ты понял, что мы, по-моему, круче, чем они? Потому что мы им рассказали такие вещи, о которых они не думали. Он говорит, ну да, я заметил. Я еще раз повторяю, нету ничего ценнее, важнее практиков людей, которые в своем бизнесе варятся, и только вы можете это описать, тем более вы работали во всех плоскостях, которые, ну, вообще, я снимаю шляпу. Это очень круто, потому что мы точно такой же подход, как в своих бизнесах, дописать. Ну, всегда есть мысль, что кто-то это может сделать профессионально, то есть, ну, надо наступать эти капли. Не, ну, профессионалу надо обращаться тоже как бы, Есть, ребята, есть классный способ для этого. Значит, когда Серега говорит, что надо обратиться к профессионалу, я понимаю, что сейчас будет слив денег. Срочно иду в магазин, срочно, и прихожу довольная, и говорю, все. Бюджет от приходов. Да, бюджет от приходов. И я ему всегда говорю, Сережа, вот это твоя идея, ты отдашь на нее деньги, потом пожалеешь. А сумочка, она всегда останется на полке. Я не помню, не буду называть бренды, но я когда изучала этот вопрос, естественно, по конкуренции, я видела, что очень многие, ну, не многие, но какие-то бренды, вот они когда показывали картинки вот этого какого-то там мяса на пару, там фрикадельки, еще что-то, но это выглядело страшно невкусно. То есть, это даже по виду я понимала, что это такое страдание и боль. Мне кажется, вообще вот момент цветной еды, он очень важен, да, вот этого цвета всего на тарелочке, потому что я смотрела и я говорила, господи, ну я не хочу как бы, я не готова. Да, нужно наедаться глазами изначально, поэтому мы рекомендуем клиентам выкладывать еду на большую тарелку, вот и насладиться, и вот увидеть ее. Да, потому что даже если человек будет есть полезную еду, ну скажем так, с недовольствием, то пользы будет очень мало. Для меня вообще, например, это… То есть это очень важно, чтобы вот визуально нравилось, вкусовое, ну как бы вкусовые качества нравились, и в момент того, что уже внутренне это давало пользу. Ну да, но мы начинали в 2014 с простых блюд, но со временем ты понимаешь, наши клиенты, наши воспитатели. Простой я могу и сама сделать, да? Да, да, да. Клиенты хотят, если они получают эту услугу, они хотят кушать вкусно, и чтобы они оставались длительное время, мы сейчас вот благодаря там итальянскому меню, австрийскому меню показываем, что штрудель, да, он может быть полезен. И кушая штрудель правильную пропорцию, правильное количество в граммах в правильное время, и штрудель, который приготовлен из правильных ингредиентов, ты от этого будешь стройнеть или здоровьешь. В общем, всем этим может заниматься самостоятельно, но страшно геморрно. Сколько вот этот рацион стоит? Это плавная женская, это стоит… Код и до, на 6. Ну вот сейчас, да. Ну вот сейчас, да. 470-530. Ну то есть это, в принципе, практически мой обед с хвостиком, да, ну по большому счету. Ну если ты кушаешь в ресторане, то… Ну и даже не надо много ходить на фудкорты, если еда, то там салатик тебе по 150-160 гривен вылазит, да. И самый вот этот момент для меня опять-таки, момент разнообразия. Потому что я, если даже съедаю одну порцию большую чего-то, у меня страдания есть. Ну типа я съедаю ее как на полдня, потому что по времени так нет, ну да, получается. Но страдание, как будто бы ты чего-то не доел. Поэтому, конечно, я единственных моментов, значит, второй момент не понимаю, достаточно дешево все равно. Как будто кто-то не доел. Тихо. Для такой работы все-таки получается, ну вот у меня специфика бизнеса Украины вообще в этом плане, знаете, как клиента очень радует во всем, потому что у нас реально очень низкие цены. Конечно, для бизнеса это колоссальная работа все равно, я понимаю, вот. И, конечно, нужно вырастать для того, чтобы, ну… Кстати, вы думали о том, что франшизу не только как в Украине продавать, а в другие страны. Да, Россия. Мы думали. Мы думали, потому что, более того, к нам, например, обращались ребята в Хипр, Германия, Бельгия. Мы с ними встречались, это выходцы или у них какие-то корни с Украины и работы там. Мы были удивлены, что, например, нет таких сервисов в таком количестве. Если вы в России хотите открываться, например, вы хотите свой сервис вообще сделать, но не хотите быть чем-то представителем, то покупать франшизу в Украине – это самое крутое дело. Да, гораздо дешевле. Во-первых, да. К сожалению, ребята, у нас все гораздо дешевле, но это правда. И женщины у нас красивее. Красивее. Да. Ну, честно говоря, мне, вот я повторюсь, как бы мне очень-очень нравится эта модель. Это просто тоже модель предпринимательства. Мы часто говорим о франчайзинге, и я зачастую говорю, что франчайзинг – это сегодня такой раздутый тренд. Потому что те люди, которые изначально создают бизнес под франчайзинг, зачастую или обламываются в этом действии, ну, как у нас, например, случилось это, потому что не понимают вообще масштаба. То есть нужно быть очень сильно, любить свой продукт, изначально вложиться и несколько лет хорошо проработать. Очень тяжело хорошо проработать несколько лет, когда ты хочешь быстрее продавать франчайзинг. Ну, это тоже правда. Поэтому очень круто, что вы так вот органически все это сделали и развились. Мне вот сегодня прям, ну, очень понравилось. Мне кажется, это вот… Я часто вижу рекламу франчайзингов каких-то и думаю, что вообще они продают. Промо-код. Ребята, у нас нет никаких промо-кодов. Никаких спецпредложений. Никаких спецпредложений, никаких скидок. Мы вообще вам это рассказали не с целью того, чтобы вы купили, а с целью того, чтобы вы знали, что такое есть и это офигенно. Вот. Ну, очень круто. Поэтому, если эта сфера вам интересна, мы обязательно оставим контакты ребят, конечно же. Вы посмотрите, пообщайтесь с ними. Ну, очень здорово. Я еще, знаете, что хотела сказать? Давайте мы сделаем с вами какую-то активность для наших подписчиков. Я думаю, что у нас, кстати, я не думаю, я знаю, что нас смотрят много классных ребят в разных сферах и всегда рекомендации со стороны, они очень ценные. Я предлагаю, чтобы вы написали комментарии нам в отношении того, какие бы вы предложения в контексте бизнеса ребят могли бы им порекомендовать, что-то добавить, сделать. Может быть, у вас есть очень классная рекомендация. Мы можем один день разыграть? Да. Вот. Давайте ребята сами будут читать комментарии, которые вы будете писать и одному человеку за самый классный комментарий подарится день питания. Вы сами попробуйте, посмотрите, опять-таки, мы вас не заставляем. Давайте без вот этих дешевых понтов, что мы тут, ешьте. Все за шибисю, ребят, вот. И они сами сказали, что мы боимся, что если вдруг пойдет больше заказов, нам надо будет удорожать быстро кухню новую. Потому что уже практически под потолок сейчас производство забито. Очень классно. Наша задача показать вам просто, как делается классный бизнес. Часто просите о нормальных, о настоящих. Покажи, вот нормальные, настоящие. Те, кто делают, те, у кого получается, не получается, но те, кто не сдается. Это очень круто. Ну, мне очень понравилось. Вот я сегодня посмотрела. Чудесно. Это очень достойно. Правда. Абсолютно. Поэтому пишите нам обязательно свои комментарии, какие-то, может быть, у вас есть пожелания, рекомендации, ваши взгляды. Очень круто со стороны иногда что-то услышать, чего вообще как бы ты не знал и не видел. И, опять-таки, заходите, смотрите, кому интересно пробовать, пробуйте. Мне, честно, очень понравилось. Вот, по крайней мере, первое, что я съела, это было очень вкусно. Вот, прям. Я все штуку даже к обеду перенесла. Еще раз читаю Ермилова Ольга. Вот. Ну да, давайте тогда, вот если вы из Киева, Луцка, Николаева или Кропивницкого, тогда день в подарок. А если вы из других городов... Приедете, они вам тут подарят. Ну да. Или такой вариант. Или у нас есть еще онлайн-книги для снижения веса, где наши авторские блюда и расписаны, как нужно кушать целый день. Да. То есть, мы эту книгу можем в любой город. Просто должен быть... Будешь готовить самостоятельно, но точно будешь от этого стройнить. Вот. Отлично. Тогда мы ждем всегда с вами с нетерпением. Я очень люблю все читать, что пишут. Вот. Ну, я думаю, что Сергею надо приступить к обеду. Поэтому... Наконец-то. Все, хватит нас смотреть. Хочу понюхать? Да. Хочу съесть еще. Поздно. Хочу, чтобы мне такие стаканчики привозили. Я тебе хочу сказать, что мне очень нравится так ходить в гости. Очень вкусно, кстати. Давай к ним будем приходить каждый день. Я, кстати, подумывала о том, чтобы посидеть на программе такой и сбросить свои три килограмма. Как думаешь? А какие три килограмма? Неважно. Ты еще не понимаешь о женщинах. Вообще, как тебе, ребята? Ребята классные. Настоящие. Вот, мне кажется, очень круто, потому что я, честно говоря, сомневалась, сделать ли нам такую кейс. У нас же бизнес-шоу, все дела. Но мне кажется, что нам... Мне кажется, что нам, ребята, необходимо все-таки видеть вот такие бизнесы, очень реальные. Я бы не сказала, что очень простых нишах, правда? Потому что... Ниша питания очень конкурентная. Она конкурентная, с вопросиком она массовая. И продавать мне не так-то просто, как и в тех же самых цветах. Вот. И очень классно, когда ты видишь, что по-настоящему у людей получается. Заметь, четыре года их бизнесу. То есть... И я думаю, что достаточно длительное время у них заняло вот это становление, развитие. А, видишь, на эти все это очень постепенно делали. Но это что доказывает? Что если ты делаешь то, что тебе нравится, то, что ты веришь, что у тебя это получается. И все вот эти сказки про два месяца, про два дня... Ну, как бы... Мне больше всего понравилось то, что у них не было денег, и они построили такой достаточно мощный бизнес, вообще без копейки денег. Это очень круто. Это то, о чем мы говорим. Когда вы используете, видите возможности, да, во всем, в чем вы можете их увидеть. И что отсутствие денег – это отнюдь не точка для того, чтобы сказать «нет». Это точка для того, чтобы задать себе вопрос. Окей, денег у меня нет, но как я могу сделать так, чтобы получить то, что мне необходимо? Сейчас смотри, у них 266 квадратных метров в аренде. Офис, люди, кухня, холодильники, масса всего. Это пришло все сну, да. Это очень круто. Как ты думаешь, у франшизы есть жизнь у их? Да, офигенная франшиза. Мне кажется, очень классно, когда в городе... Во-первых, сам бизнес – это только набирает обороты. Это тренд. Это тренд, который только зародился. Кстати, в России он уже сильно развился. Да, в России, кстати, много такого. В Украине он уже нормально развивается, но во многих городах пока еще не начался. Это тренд, который набирает обороты. Однозначно в трендовую нишу надо входить. Я думаю, что, скорее всего, открывая франчайзинг в городе, там, где его нет, я думаю, что, конечно, это не бизнес, который через три месяца станет очень прибыльным и окупаемым, но я думаю, что через годик однозначно можно выходить на очень неплохие показатели и в будущем очень неплохо развиваться. Ну, маленький город, ну, например, 100 тысяч, 200 тысяч населения, можно просто стать монополистом в этом городе, в данной нише, все. Особенно классно, если реально, как они сказали, у людей есть свои какие-то заведения, кейтеринги, рестораны. Ну да, у кого свои рестораны – это вообще золотое дно. Я как раз в нашем тренинге про ниши касаюсь вот этого вопроса, что не всегда нужно искать новую нишу. Иногда мы работаем с чем-то, например, с тем же кейтерингом, да, но у нас дела не очень, но всегда нужно задавать себе вопросы, а вот имея те ресурсы, которые я имею, что я еще могу сделать, да, как в свое время я сделала это с идеальной свадьбой, когда свадьбы были совершенно непрогнозируемым продуктом, непонятно было, когда придет клиент, непонятно было, сколько ты с него заработаешь за полгода – тысячу долларов или 30 тысяч долларов. И когда я развила сферу обучения, которая смогла стать очень системной и в результате приносила огромные деньги, это как раз, ребята, и есть показатель того, каким образом свою нишу можно докрутить. Так что если вы связаны, например, с питанием, да, подумайте об этой теме, если вы связаны с другой, подумайте о другой. То есть нишу всегда можно докручивать, не обязательно, если у вас что-то не получается, кардинально менять. Важно посмотреть, а что есть вокруг. Как то, что вы имеете сегодня, ту компетенцию, которую вы имеете сегодня, возможность пересмотреть в другую сторону. На мой взгляд цена франшиза очень низкая у них. Я вообще, честно говоря… Надо быстрее покупать. Я тоже считаю, но я думаю, что на самом деле они еще несколько продадут и однозначно будут повышать, потому что даже та работа, которую они будут делать за эти деньги, ну я бы не взялась. Да, да, однозначно. Они красавцы. А дальше, может, все-таки мне кусочек откусить? Я дам тебе кусочек откусить. Ребят, к вам единственный вопрос. Нравятся ли вам такие спецвыпуски? Потому что мы делаем эксперименты, показывая вам предпринимателей, не больших, не крупных, уже многие показывают миллионеров, очень известных, все замечательно. Мы показываем, хотим показывать вам и такие бизнесы, которые рождаются с нуля, которые уже получились, которые уже развиваются. И, конечно же, наше бизнес-шоу будет продолжать жизнь, но за такие спецвыпуски у меня к вам вопрос. Напишите обязательно в комментариях, хотите ли вы их видеть или нет, или хватит, не надо, нам это не интересно. И не забывайте о том, что у нас разыгрывается комплект еды или книга с программой для своего питания и рецептов, тех, кто хотят быть в форме от ребят, от Food Experts. Поэтому пишите обязательно комментарии. Спасибо всем, что досмотрели до конца, до скорой встречи. Не забывайте подписаться на наш канал, не забывайте принимать участие в нашем шоу, не забывайте, что у нас происходят кастинги, что мы меняемся, становимся лучше, круче, потому что, если ваш бизнес не развивается, если ваш проект не заставляет ваш зад гореть, то мне вас жалко. А мы продолжаем с Сергеем поедать фрукты. Будет подоел и пошли фигачить и херачить. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова